Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня поговорим о театре и кинематографе, кино, телевидении. В связи с одним конкретным практическим вопросом, который иногда, достаточно часто в наше время, попадается нам просто в качестве задачи для решения. Вопрос такой. Очень часто в наших воскресных школах, в всяких там кружках, часто просто в школах, бывают театральные студии для детей или юношей и девушек. И в этих студиях, в театральных студиях, разыгрываются разные спектакли. А в воскресных школах нередко содержание религиозного, содержание евангельского. И вот спрашивают, а вообще, как это сказать, нужно ли детям в таком участвовать в деле? И если можно и нужно, то, скажем, кто из детей должен исполнять роль Пресвятой Богородицы? Или даже сказать немножко неловко, или роль самого Спасителя, Христа, какой-нибудь там евангельский сюжет. Вот такие вот недоумения. Можно, нужно, хорошо или плохо. И в этом лабиринте вопросов надо начинать сначала. Надо понять, как, с какой позиции мы вообще смотрим на театр. Почему я об этом говорю? Потому что многие из нас, грамотные люди, читали, скажем, Иоанна Златоуста. Может быть, кто из нас даже читал церковные каноны, где об этом идет речь. Там слово «театр», иначе как в ругательном смысле, я прямо говорю, ругательный, не применяется. И, казалось бы, Иоанн Златоуст немало посвятил своих слов очень острому порицанию театральных зрелищ. И каноны вошел этот же самый взгляд на театры, актеров, актерство. Абсолютно недопустимое дело для христианина. Как же получается, что сегодня у нас есть и театральные студии в наших воскресных школах, и кинематограф разного, так сказать, благочестивого содержания, и церковь, лице патриарха, лице священной начали очень позитивно отзывается о разных фильмах, в том числе и зарубежных, кстати сказать, и новых, и не очень новых. Как же это так? Вот прямое противоречие. Противоречия никакого нет, поскольку это слово «театр», по-моему, уже и греческое, и тогда оно такое же, тогда, во времена евангельско-го, во времена античной, поздней античности, 4-й, 5-й век, времена Златоуста, означало совершенно не то, что оно означает сегодня. Если бы сегодняшний подобрать какой-то эквивалент этому тогдашнему театру в одно слово, это слово было бы порнографией. Просто порнографией. Вот больше, так сказать, не убавишь, не прибавишь. По поводу комедии Эратосфена, знаменитого кемедиографа, в одной вполне исторически серьёзной книге сказано следующее. Если вы не находите в какой-нибудь одной сцене чего-то похабного, это значит, что вы плохо знаете язык, и плохо понимаете обстановку тогдашнего времени. Каждая сцена тех театральных представлений давала материал для вульгарного смеха и какого-то возбуждения вульгарной и весьма неблагочестивой толпы. Интересно, что в нашем русском языке остался след этого понимания театра. Русское слово «позор», которое не надо объяснять, что это такое, это и есть театр, буквальный, точный перевод греческого слова. Позорище, позорище, вы найдёте это слово «позорище» в вообще написании Нового Завета. Там пошли, повлекли на позорище, значит, потащили там апостолов, куда? На вот это вот, в амфитеатр, место, где сидит публика и что-то такое смотрит. То они смотрят эти вот комедии страшные, то они могут смотреть гладиаторские бои, то они смотрят, как и христиан, на этом позорище. И вот так оно в русский язык и вошло, как позор. Так вот, исходя из этого, исходя из сказанного, совершенно ясно, что современный театр и его, так сказать, законорождённый сын кинематограф никакого отношения к тогдашнему театру не имеет. Никакого. Поэтому и взгляд на него со стороны церкви совершенно иной. Есть, конечно, и глупости, и гнусности, но мы о них не говорим. Мы говорим о нормальном театральном искусстве, нормальном кинематографе, нормальных телевизионных передачах. Вот. И, естественно, что церковь в лице своего священачалия, как мы говорим, дают этому искусству, этому элементу нашей культуры оценку положительную, если она этого заслуживает. И если так, то дальше мы переходим к актёрам, к тем людям, которые творят это искусство. Если театр существует и одобряется, и должен существовать, и кино существует, и должен существовать, значит, он должен исполнять ролик. Значит, актёр в современном понимании далеко не то, совершенно противоположный смысл, чем актёр или актриса в понимании времён Златоуста. И тут надо провести границу очень чёткую между актёрами профессиональными и актёрами-детьми, и участниками детских театральных студий. Профессиональный актёр просто берёт на себя это время. Если некая постановка, некий фильм, некий сценарий принят к исполнению, и решение принято, что оно должно быть реализовано, значит, кому-то нужно играть, быть может, Христа, кому-то, быть может, надо играть Иуду, кому-то и так далее. Каждый должен исполнять какую-то роль. Значит, актёр в смирении своём, беря на себя этот труд, ну что делать? Вот он, это его труд, это его работа. И он это и исполняет. Пускай это неприятно, пускай это трудно, пускай это соблазнительно, пускай сомнительно и всё остальное, но что делать? Это его работа. И можно уважать, и нужно уважать этот труд. Если, разумеется, ещё раз говорю, результат того стоит. А бывает, мы прекрасно знаем, я не буду называть фильмов и постановок, которые, в самом деле, достойны своего доброго июня. Что касается детей, детских театральных студий, ну, эти соображения уже не проходят. Совершенно маленькому ребёнку, или даже подростку, что этот маленький ребёнок... Ведь, смотрите, театр и кино предназначены для зрителей. Это что-то для людей, что-то сделано для людей. Детская театральная студия, прежде всего, предназначена для самих исполнителей, для самих детей. Это их, как это сказать, учёба. Ну, или там, кто сидит вокруг, там, мама с папой. Как вук, большую непользу, так сказать, большой вред, вероятно, извлекут малые дети из того, что им поручена будет роль спасителя, роль Христа или роль Иуда. Ну, что же это за... Для чего это нужно? Таким образом, ответ на первоначальный вопрос очень простой. Детские театральные студии хороши, но подбирать надо такие постановки, такие сценарии, которые принесут пользу самим исполнителям. А это не так сложно сделать. У нас люди своё дело знают, просто надо немножко аккуратнее соображать, думать не по формальным кем-то рамкам. Раз Рождество, то, значит, надо, чтобы была Пресвятая Богородица с младенцем. А если пасла, то надо, чтобы был там спаситель и его суд над ним. Можно придумывать, находить совершенно другие постановки, другие сценарии, гораздо более доходчивые и гораздо более позитивные, полезные для исполнителей. Спасибо Господь! Продолжение следует...